Человек. Ожидание. Идёт ожидание, идёт подключение. Всё слышно хорошо, да, ребят? Слышно, видно хорошо? Так, идёт ожидание, идёт ожидание. Привет, привет, ожидание. Слышно, да, всё вижу хорошо, всё отлично. Так, хоть бы у меня связь была нормальная. Я вижу, что идёт ожидание, подключение. Всё отлично, привет, 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 вечер добрый. Слышу. Так, отключаю. Что-то непонятно, очень долго идёт ожидание. Давайте кого-нибудь ещё, хорошо, девочки? Девочки, вижу. Так, в эфир прикрепить. В эфир с гостем. Выборочно, я выборочно. Приглашаю. Тема знакомства. Какая тема? Тема знакомства. Кто хочет просто побыть моим гостем? Кто хочет рассказать о себе, заявить о себе? Я сейчас пригласила гостя Татадоли. Татадоли фото. Татадоли фото. Я сама не знаю, кого я приглашаю, просто вот ожидание. Опять, что ли, у меня не будет связи. Да что ж такое. Отклонила. Татадоли не захотела со мной говорить. Отклонила. Ну, ребят, давайте, кто смелый? Кто хочет в прямой эфир? Кто хочет рассказать, где он живёт? В каком городе? Чем он занимается? Какие у него мечты и желания? Блин, Татадоли, ну что же вы? Что же вы отклонили-то? Так, ладно. Рэми фото лав. В эфир с гостем. Всё, зову вас. Рэми фото. Мы очень хотим послушать вас. Ой, наконец-то хоть кто-то пишет меня в меня. Татьяна фото. Сейчас, секундочку, подключаю Рэми фото. А, нужно скоро бежать. Ребята, я выдёргивать вас буду прям на пять минут. Мне не надо на час. Мы прям постараемся в течение эфира прям человек десять. Хорошо, тогда в следующий раз. Ничего страшного. Ожидание Рэми фото лав. Может быть, вы там придёте в гости. У меня такой вот балийский цветочек. Ну что? Рэми фото тоже не хочет, да? Какие вы мне все стесняшки. Так, отклоняю меня. Альберт Татьяна фото. В эфир. Жду вас. Вы знаете, когда я в Майами проводила такую практику, это было очень интересно. У нас один молодой человек, он подключился. Ура, 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 ура. Добрый день. Добрый вечер, точнее. Ну, рассказывайте, как вас зовут, чем вы занимаетесь? Добрый день, меня зовут Татьяна Орлова, я фотограф. Ну, это моя вторая работа по основной... Это Иркутская область. Я была у вас на обсессион, на четвёртом обсессионе. Ой, замечательно, замечательно. Вы, наверное, знаете, что мы сейчас, наш четвёртый обсессион, мы встречаемся по городам, устраиваем встречи. Я устраивала встречу на Байкале для девочек. Света Лето меня так подспинала с Наташей. Я помню, помню. Человек, наверное, 10, может быть, даже больше, да, приезжали с нашей одержимости. Да, они там... Ями, Оля Бурмистрова была, Инга Бриттина, в общем, девочки, сейчас их перечислять, если долго. Ну, в общем, девчонки были вот недавно, этим летом мы встретились в Ярославле с девчонками. Ой, как классно. В общем, фотоапсессион рулит, да? Молодцы. Да, и мы на каждой... Вот я прям каждый раз, думаю, надо пост запилить такой, прям с благодарностью Ирине. На каждой встрече за вас поднимаем, кто что пьёт. Спасибо. У меня мурашки по коже выезжали. Спасибо огромное. У меня такой вопрос. Да, передавайте привет девчонкам, очень приятно. И у меня такой вопрос вот по поводу Байкала. Мы сейчас вот тоже думаем, в какое время... Я была дважды в Иркутске, снимала как раз... До Альхона не доехала, снимала в Листвянке где-то там. И вот сейчас вот думаем, рвануть туда. Конец марта, начало февраля. Хорошо, когда вот эти торосы торчат, когда голое стекло? Когда лучше туда ехать? Середина февраля. Середина февраля. Первый чисел, да, вот с первых чисел по середину февраля торосы торчат. Потому что конец. После 15 февраля такие конкретные идут затайки. И можно вот на Альхоне, вот мы, допустим, были, на Альхоне уже так конкретно подтаивал в этот период. С февраля, с середины февраля по начало марта там вот уже конкретно так тает. Ну, то есть в середину февраля уже до Альхона страшно будет на машине ехать, да? Нет, нет. Или еще корма? Нет, середина февраля – это оптимальное время для Альхона. Ой, замечательно. Ребят, вот ловите, смотрите, полезность уже для нас, для всех, кто хочет поснимать на Байкале. Самое лучшее время до середины февраля. Мой муж был у вас на… Вот как раз в Листьянке, когда снимали, он был у меня у вас, вернее, на МК. Я его так вот говорю, давай, давай. Он занимался мне фотографией. Обалдеть. Мужу тогда тоже привет. Видите, как замечательно. Но вообще с фотографией, как у вас, как дело обстоит в Иркутске? Расскажите. Как вообще люди идут? Я вообще живу в деревне, это 600 километров от Иркутска. Вот я за 600 километров от Иркутска организовывала такую встречу, да. И 50 километров до ближайшего города, то есть я езжу, снимаю либо в Иркутск, либо в Нижнеудинск, это такой маленький город в Иркутской области, 300 тысяч населения. Может быть, слышали, его дважды в этом году топило. Это Нижнеудинский, Тулум, города, которые в этом году каждый топил. Река Уда выходила из берегов. Я занимаюсь в основном, то есть то, что мне приносит доход, это школьная фотография, садики, выпускные альбомы. Я снимаю практически все. Ну, я поняла, что свадеба на это не мое, потому что после свадебных съемок я чувствую себя изнасилованной какой-то, то есть мой мозг изнасилован. Это тяжело. Да, мне нужно, то есть после свадебной съемки мне нужно три дня лежать. Поэтому я вот занимаюсь школьными альбомами. Да, и это то, чтобы не приносит доход. Вот в садиках, в школах нет такого состояния? Вот после садика, после школы это тоже тяжелый труд. Это адский труд. Это тяжелый труд, но у меня нет такого состояния, чтобы я там прям в лёжку. Нет, потому что на свадьбах ты работаешь с взрослыми людьми. И это, ну, скажем так, я работаю в Нижнеудинске, да, это такой провинциальный-провинциальный прям город. Этот контингент разный бывает. И ты всегда не знаешь, чего от людей ждать. То есть это для людей. В студии, не в вашем городе, в студии. Ну, студии, как у нас девочки открывают, допустим, павильончик какой-то. Вот я сама открывала студию на зимний период. И, то есть, такие небольшие, у нас нет полноценных студий. Ну, такие а-ля квартира какая-то переделанная, да, квадратом 60 до сотни. А еще такой вопрос. Нет, не до студии, даже, наверное, 18-20 квадратов, да, вот. Вот у меня была студия, а-ля, 15 квадратов. Метров, это маленькие такие вот комнатушечки. Я едва, я снимаю на кроп. Все еще на кроп. И, ну, пока, я считаю, что пока, как бы, он еще везет у меня. То есть, я считаю, что это, ну, для творчества можно, конечно, без конца там улучшать технику. Ну, пока я не заработала, пока это не на таких колесах, чтобы я там по-многому зарабатывала на фототехнике. Поэтому, ну, пока, пока мой кроп везет, я снимаю на кроп. В общем, и я вот со своим кропом едва-едва вот в такие вот студии, ну, вот, мне нужно там что-то с полтинничком, нужно далеко-далеко лазать. Примерно, у меня еще, знаешь, какой такой вопрос? Я уже сразу на ты, хорошо? Потому что настолько поскольку мы, судя по всему, люди свои. И у меня такой вопрос, какой средний ценник вот в том месте, где ты снимаешь, в твоем городе? Сейчас просто идет бронь на новогодние съемки. Какую стоимость ты выставляешь на новогодние съемки? На новогодние съемки я еще, я как бы цены не выставляю, но вообще это такая боль. У нас очень низкие цены, и я снимаю, ну, как бы сказать, у меня одни из самых высоких цен. То есть если я ставлю на фотопроект две с половиной тысячи, то есть риск, что ко мне никто не придет, потому что девчонки там по тысячам снимают. Девочки по полторы тысячи снимают по часу, часовые съемки. Я беру все семейные три тысячи, две шестьсот, вот так вот. То есть это у меня самые высокие цены. Да, ну, то есть это такой маленький город. Поняла, поняла, я услышала, да. Мне сейчас хочется, чтобы как раз все, кто будут в эфире, мне очень хочется уточнить, я извиняюсь, связь запаздывает, наверное, очень хочется узнать в среднем в России, кто почем снимает. Будет очень интересно. Я когда была в Ярославле, Катя Склярова мне сказала, ты очень дешево снимаешь. Но я понимаю, что дороже, ну, пока, пока на данный момент дороже я не могу продать. Поэтому мне вот такие вот семейные съемки, часовые какие-то, они не выгодны. Поэтому мне выгодно снимать вот альбомы. То есть это то, что можно масштабировать, да, то есть то, что можно, то, чем можно заработать, скажем так. Ясно. Поняла, поняла, услышала. Тогда знаешь, как мы сейчас делаем? Я буду приглашать следующего госта, но мне очень хотелось бы скринт с твоей странички. Будь добра мне, в личку, хорошо? Или можешь просто написать, Ириш, это я с тобой была в эфире, я сделаю скринт и в сторис обязательно выложу. Пусть ребятки подписываются, только посмотрят. Мне самой тоже будет интересно. Большое спасибо за смелость, за то, что ты первая вышла со мной в эфир. И огромный привет нашим девочкам. Спасибо, пока-пока. Пока-пока, спасибо. Ребят, смотрите, ну видите, не все так страшно. Не все так страшно, как кажется, кто в эфире, гости. Я вызываю вас, кто хочет ко мне присоединиться в эфир. Давайте я позадаю вам вопрос, видите. Не все так страшно, как кажется. Сейчас я попробую отойти немножечко к океану. Просто море. Давайте послушать лучше шум океана, чем, ой, господи, какую-то статую. Здесь же Хэллоуин у нас сегодня. Но я думаю, что он у вас у всех. Вот смотрите. Нам сейчас приготовили подушечки. Шарики повесили. Сейчас будем праздновать. Я отойду вот сюда, вот на подушечку. Сейчас присяду или в песочек. Здесь нормально Wi-Fi ловят? Хорошо. Поставьте плюсики, если тут слышно. Там просто музыка громко играет. И давайте, кто смелый, кто готов, кто дальше хочет ко мне в эфир. С кем мы будем знакомиться. Все, плюсики ставим. Хорошо слышно или видно? Тут слышно или видно? Плюсики, плюсики, плюсики. Вот, смотрите сразу, сколько желающих. Посмотреть. Добавить. Окей. Ура. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, кто может переводить? I'm sorry. Я буду отключаться. Как сказать, я сейчас отключусь? На испанском я знаю только одну фразу. Сейчас. Порфавор. Пуэрдос. Телефон. Ребят, не говорю на испанском. Остановитесь. Все, хорошо. Вот здесь нормальная связь? Да, его было не видно. Его было не видно. И... Говорить на испанском сложно. Так, я ладно. Смотрю следующих гостей. Кто дальше? Как вот мне выбирать, а? В эфир с гостем. Добавила. Вот добавила. Вот кому приходит запрос, давайте. Я чисто случайно. Все, кто в эфире, просто пишите плюсики, что вы здесь, я тут. И я добавляю. Ребята, не стесняйтесь. Давайте просто пообщаемся. Кто в каком городе живет? Кто почем снимает? Это же интересно. Меня выбери. Окей. Сейчас выберу. Две секунды. Ожидание Шумилина Ирина. Я вам отправила приглашение. Шумилина Ирина, мы вас ждем. Так, Ирина, наверное, стесняется тоже. Сахалин. Вызвала следующего гостя. Запорожье, меня, Калининград. Вот. Ой, следующий гость, какой у нас красивый. Чисто случайно. Олечка, ты что такая нарядная сегодня? С мужем только что обедала. Ребята, я хочу вас познакомить. Это мой менеджер, это моя правая рука. Это мой главный черный кардинал, который всегда на протяжении долгого времени стоял у меня всегда за спиной. Контролировал весь технический процесс, всех мастер-классов. Ну, просто пока вы стесняетесь, не выходите в эфир. Она пишет, выбери меня. А, и, Олечка, ты здесь рассказывай. Что ты хочешь поведать? Ну, расскажи. Давай, чем ты еще занимаешься, помимо организации мастер-классов? Сейчас я ухожу в активную психологическую, практическую деятельность. То есть я буду практикующий психолог. Поэтому, да, это теперь мое любимое направление. Но мастер-классы и фото-производы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, да, да. Да, очень, очень. Я живу практически возле самой польской границы, уже за городом. То есть вы туда периодически раньше гоняли за колбасой, да, за вкусными продуктами, да, постоянно? Да, было или было? У меня такого нету умения, но я люблю просто ездить. Я садилась с теми, кто гонял за вкусной колбасой, чтобы смотреть разные различные красивые виды. Ну, вы фотограф, да? Да, да, я фотографирую лошадей, пробовала фотографировать и свадебные съемки. Мне нравится, но не всегда, поэтому я поняла, что все-таки съемка с животными – это мое. И развиваюсь в этом направлении. То есть свадьбы не ваши, животные ваши, да? Да, да, да. Ну, в принципе, с животными, наверное, проще, с ними не надо разговаривать, в какую позу встань, да? Там просто ловишь и ловишь кадры. Да, но я так снимаю с лошадьми, да. То есть вот когда снимаешь людей, гораздо сложнее преодолеть страх перед животным, особенно с лошадьми, потому что они большие. И сказать, что эти 700 килограмм не нужно бояться. Это очень иногда необычно. С животными какие-то такие вот ситуации неприятные, может быть, страшные, может быть, вы хотите предостеречь вот просто людей, подписчиков, кто не знает, как работать с животными. Что-то было такое? Как было интересно. Нет, я... Ой, все, отвисла. Ура, ура, ура. Отвисла, да. Олечка, вы просто на какой-то промежуток зависли? Были ли какие-то каверзные случаи? Да, был случай с невестой, когда мы вроде бы... Ну, то есть люди разные бывают. Мы проговорили технику безопасности, что нужно аккуратно сесть. Мы все... То есть узадим невесту, разложим платье. Но человек испугался, и она очень громко крикнула. А платье состояло из колец, и хлопнули по лошади. Ну, в итоге я висела на уздечке, чтобы лошадь не убитала. Невеста кричала, что я упаду в свой свадебный день. А тренер говорила, нет, только не в этот день. Но в итоге она осталась сидеть верхом на лошади. Мы отработали фотосессию, и она пошла праздновать. Мы с вами, с вашей камерой на плече. То есть вы удерживали коня? Да, да. Но я обычно... У меня автоматически камера за спину, и я вешу дальше. Понимаете? Смотрите, вот женщины в белорусских селениях, а? Вот и коня нас какого. Почему? Ну, герой. А вообще есть такая... Я когда тоже долго снимала свадьбу, есть такой... Не знаю, это может быть миф, но наверняка ты сейчас его развеешь. Что невесты... Ой, то есть конь, лошади боятся белого платья. То есть вот я вот сколько работала с невестами, с конями, они боятся большого, объемного белого пятна. Вот мне говорили, лошади боятся. Так ли это? Может быть, смена цвета не обязательно. Если солнце очень яркое будет, может быть, очень яркое пятно, оно может быть даже не белое. Но за счет белого цвета, конечно, оно ярче всех. Вот. А получается, платья как-то... Они могут не бояться. Главное, привыкнуть в это. Ясно. Ну и, конечно... Ясно, поняла. Ну и такой самый главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Чего, почем стоимость съемок у вас там в Гродно? В студии, я там знаю, есть точно. Вот студийный новогодний съемок, например. По-разному. Вот коллекция от 20 долларов по 60 долларов. Это за 30-40 минут съемки. А часовые никто не берет? Если уже клиенты договариваются персонально, то да, конечно. То есть кто-то с семьей хочет... В основном он практикует вот эти 30-минутные съемочки, коротенькие. Потому что даже можно взять с аренды студии, взять два клиента, вот поэтому мы... Ясно. Ну, вы на Новый год... Так хочется сказать ты, но я не могу просто. Я просто... Ты на Новый год уже набрала себе прям съемок прям? Ну, как обычно, мы же берем 100-200 в декабрь, чтобы потом не вылезать до февраля, там, до марта, да, вот из фотошопа. Нырнула уже, набрала на... Это вылезла из фотошопа летне-осеннего. Вот. А теперь я пытаюсь придумать проект, потому что в студии мне не совсем интересно. Я все придумываю на природе и вместе с животными. Сейчас разрабатываю, чтобы была интересная съемочка и с лошадьми также, но чтобы люди... Более всего, сказочная, и людям понравилось. То есть не просто стать рядом с лошадью и лисеть, а вот именно сказочная, необычная, все-таки волшебная пора наступать. С костюмами что-нибудь такое, да, костюмированное, да, интересное? Да, да, да. Какая-то визита волшебная, потому что человек может и не выпасть, но это не важно. Ясно. Ну, что я могу сказать? Будем ждать твоих шедевров. Очень хочется посмотреть, ты мне тоже напиши. Ириша, это я с тобой была в эфире. Я сделаю скрин твоей середины очки, и мы все пойдем смотреть. Подписываться на тебя. Большое тебе спасибо. Приятно было пообщаться. Спасибо, очень рада с вами встретиться. Спасибо, взаимно. Вот я первый раз тоже, вот первый раз вижу вас, тебя точнее, да, и как-то очень комфортно, как свой человек. Все, хорошего вечера. Пока-пока. Удачи. До свидания. Пока-пока. До свидания. Так, друзья, ну что, будем дальше знакомиться? Пишите, кто готов. У меня, у меня, у меня, у меня, школьные альбомы, Крым. Так, да, давайте, хорошо. Посмотреть. Ой, я вижу, еще там знакомый человечек. Классный формат, да, мне тоже нравится. Смотрите, прям, может быть, почаще. Ой, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ирина, я живу в Крыму, и я занимаюсь съемкой школьных альбомов. Как могу, поднимаю эту сферу всеми силами души и тела. Где именно в Крыму? Я живу в Санкт-Петербурге, очень часто летаю на съемки в Москву, тех же школьников. Вау. Работаю с огромными коллективами и пытаюсь поднять эту сферу, дотянуть ее хотя бы до того уровня, на котором у нас уже сейчас существует семейная съемка. Потому что не могу понять, почему эта сфера у нас проседает. Сильно проседает. Вот до сих пор, я, честно говоря, уже много лет не интересовалась, как у нас в этом деле. Полный трэш. Полный трэш. То есть, полного десять лет назад так же осталось, да? Несмотря на то, что мы все такие современные, вроде смотрим современные фильмы, пытаемся современно одеваться, именно в этой сфере девяностые остались. Попугаи на плече, врезанные детские лица в чужие тела. То есть, это все существует, это все живет, и на этом колоссальные бабки люди зарабатывают до сих пор. Я в шоке, я в шоке. Ну, наверное, просто кто на лапу больше дал в свое время, да, наверное, тот и прав. До сих пор вот это все не происходит, да? Это целая мафия, которая живет веками, взаимоотношения директор-фотограф. Я думаю, об этом все знают. Но сейчас потихонечку, потихонечку, когда хорошие фотографы в эту сферу заходят, у родителей появляется возможность выбирать, кого они хотят пригласить к своим детям, и пропихивают. Ну, то есть, все-таки есть возможность, есть шанс, по-хорошему, достойному, то есть, фотографу, профессионалу, есть шанс как-то пройти, пролезть. Безусловно, потому что эта сфера сейчас просто на грани, я считаю, революции. Люди устали уже от такого говна, не побоюсь этого слова, которое им пропихивают годами. Так что, все, кто боится и присматривается к этой сфере, я прям рекомендую этим заниматься, потому что это наши дети, это наша история, они доступны хороших фотографий. Согласна, согласна. Вот я, наверное, могу сейчас поделиться просто чуть-чуть мини-опытом. Когда я уже тоже была фотографом, и я... У нас есть классный садик. Я когда-то пришла со своими фотографиями тоже к заведующей, дождалась, в назначенное время пришла, со мной даже разговаривать не стали. То есть, ну, как бы сразу сказали, отворот-поворот, даже несмотря работы. Ну, то есть, такое было. И когда у меня Яси с выпускного, ну, я не помню, когда точно, где-то там, ну, может быть, зимние какие-то фотографии. Ну, в общем, такая садиковская фотография, групповой снимок, и у меня Янка там с закрытыми глазами. То есть, мы заплатили за это, не помню, 150 или 250 рублей. Был вот как бы целая группа. Я была тогда так возмущена. Естественно, я не пошла никуда выяснять, но мне было более обидно. Я просто тоже думала, как так? Неужели на пленку фотографировать? Нужели нельзя было сделать чуть дублей больше? Я же понимаю, что там детей много. Я говорю, ну, переставь ты голову, ну, на крайний случай, ну, как это все? Ну, в общем, было дело. То есть, сложно, да? Сейчас можно туда проходить. Безусловно, эта мафия почему-то еще больше живет в садиках. В школах уже, в принципе, не ставят никаких преград, если родители приглашают своего фотографа и делают то, что они хотят. Но в садиках еще это процветает. Они хотят свои 20%. Но тут тоже можно бороться. То есть, можно попросить официально, если отказывают, то написать официально, почему, ну, на каком основании отказ. И тут, ну, попросить надо искать. То есть, насколько вам нужен этот садик. Иногда родители настолько заинтересованы, что они готовы детей привозить и в студию, и организовывать выездные какие-то фотосъемки. Но если не хотят родители, то, конечно, тут уже не пролезешь. А требует с фотографа сейчас индивидуальное предпринимательство, либо какие-то справки, вот эти всякие флюорографии? Я считаю, что это вообще логично. Если ты работаешь с большими коллективами, если ты вообще как бы профессионально работаешь, ты должен быть оформлен. У тебя должна быть и медицинская книжка. Это даже, если честно, больше не для заведующих мы делаем, а даже для себя, чтобы раз в год пошел, сделал минимальное какое-то медицинское обследование. И, конечно, ты же идешь к детям. Я считаю, что медицинская книжка должна быть, и бумажки ИП тоже у нас должны быть. И когда они это спрашивают, они слышат ответ, что да, у тебя это все есть. Мне это радует. Даже спросить нечего. Говорят, ай, блин, ну все, тогда приходи. Так что инфюрографию. Да, да. Я смотрю тоже, девочки, комментарии. Да, эта тема действительно очень интересная. На эту тему мало можно найти информации. Мало кто делится этим. Но я стараюсь, например, как-то это продвинуть. Замечательно. То есть у тебя в аккаунте есть какая-то информация полезная, где вот, допустим, сейчас подписчики, кто? Все, мы все к тебе идем, все читать. Я обязательно выложу твой скрин. Спасибо огромное. Было очень приятно тебя увидеть. Пока. Хорошего дня. Приятно. Спасибо. Взаимно. Пока-пока. Пока. Слушайте, ну какая интересная беседа, да, получилась. То есть вот мы уже узнали какие-то полезности. Мы узнали, что в Иркутске, на Байкале, кто хочет поснимать зимой. Я там была дважды в декабре, и мне не удались красивые. Ну как они были красивые, но все было в белом снегу. Да, вот хочется именно стекло поснимать. Это начало февраля до середины февраля. Видите, мы узнали уже тонкости по работе в детских садиках. Сколько всего интересного. Так, кто еще? Хочу аккаунты говорящих. Фотографию в садик ношу с собой. Так, ребят, ну, сам книжку требует. Кто еще? Давайте еще, наверное, одного гостя посмотрим. Сейчас я вам переверну. У нас тут, видите, уже начинают готовить музыку. Еще одного гостя давайте посмотрим. Кто хочет, кто хочет ко мне в гости. И, слушайте, практика интересная. Мне тоже кажется, это очень круто. Это, наверное, даже не столько, ну, в общем, не столько, наверное, даже знакомства и привлечения людей в свой аккаунт, которые просто люди потом пойдут смотреть на ваши работы, пойдут, они с вами лично познакомились, они захотят посмотреть ваши, проанализировать ваши странички. А больше, наверное, это даже выход из зоны комфорта. Это очень, это просто надо постараться себя за уши вытянуть. Это надо поднапрячься, не бояться большой публики. Хотя бы 98 человек всего лишь, тут страшного ничего не происходит. Так что, кто готов выходить из зоны комфорта, кто готов знакомиться, рассказывать о себе, смело ко мне в эфир. Я, 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 я. Так, давайте. В эфир с гостем. Вызываю. Стесняются. Не надо стесняться. Есть какая песня. Не надо стесняться. Привет, привет. Я больше малышей стала снимать. Смели в основном. Привет. 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 Ну, я тебя вижу. Я тебя хорошо даже слышу. Вот смотрите, что я заметила. Те люди, которые со мной лично даже знакомы, они как-то более смелые, да? Ребят, я не кусаюсь, ничего страшного нет. Знакомьтесь, это Аня. Мой студент. Дважды у меня была, по-моему, на мастер-классах. Дважды или один раз ты была? В Минске и в Москве. Да. Италия, вот этот человечек занимается выставками, международными выставками. Если вы хотите диплом вот этого, как это называется? Анют, я тебе полностью даю слово, рассказывай. Слушай, я хотела выйти в эфир, потому что мне буквально вот сейчас прилетела новость, что твоя персональная выставка в одном помещении закончилась в Эстонии и приехала в другое помещение. Я тебе пришлю афишу, как бы она до 22 ноября будет висеть теперь в другом здании, как бы в другом здании. В общем, по Эстонии моя выставка пошла гулять, да? Замечательно. Ребят, кто хочет, да, кто хочет участвовать в выставках международных, а потом получить американское разрешение на работу? Все смело, Каня. Анют, расскажи. Ну, у нас сейчас, мы с подругой начали заниматься выставками, да, познакомились мы с подругой у тебя на мастер-классе три года назад. С тех пор вот мы не разлили вода и захотели продвигать фотографию, чтобы, ну, фотографы могли себя показывать. И на данный момент у нас проходит набор на православную международную выставку в Эстонии. Это будет первая выставка там православная. Мы получили благословение на нее, у нас будут присутствовать представители церкви эстонской на ней на открытии. И дипломы с этой выставки будут с отметкой ФИАП, то есть это американская ассоциация. Что такое клуб ФИАП? Расскажи про клуб ФИАП, что это такое, потому что многие не знают. Да, многие не знают. Ну, это кратко. Это ассоциация фотографов, в нее входит очень много клубов, есть определенные клубы, которые мне входит как бы это международное признание фотографа. Вот я с сентября, кстати, месяц осталась членом ФИАПа. Теперь тоже. Мне очень это приятно. И поэтому мы всех предложили на православную выставку. И в декабре у нас будет новогодняя выставка в Москве проходить. И макро-выставка в Эстонии с эстонскими фотографами. Твор на нее уже закрылась. Мои места сразу туда. Анечка, а вы еще говорили про Грецию. Вы будете дальше захватывать мир? Да, мы в Грецию. Я должна была лететь уже в Грецию договариваться насчет выставки. Но у меня заболел старший сын воспалением. Его положили в больницу. Естественно, все поездки я пока отменила. У нас сейчас восстановительный период. Но мы над этой темой работаем. Здоровье. Да, мы сейчас делаем для них. Поэтому мы решим, что потом будет еще там. И в Минске мы хотим в одном... В Минске, в центре Минска мы хотим в одном крупном вычении сделать. С ними тоже мы перейдем. Поэтому в следующем году все получится. Ира, как у вас была выставка? Какая выставка? Я просто плотно. Как прошла выставка? Какая именно? Наверное, персональная, которую мы делали. Прошла ваша выставка. Просто спросили. А, тут вопрос. А вот как раз лучше спросить... А, все. Я думаю, почему ты меня спрашиваешь такой вопрос, когда ты сама организовывала мою выставку? Ну вот, наверное, этот вопрос больше адресован тебе. Расскажи, как прошла моя выставка в Эстонии? Выставка прошла... У меня в Эстонии в это время не было, да. Да, у меня был мастер-класс, ты не смогла приехать. Но надеюсь, что, может быть, в будущем. Выставка прошла на УРА. Присутствовало очень много эстонских фотографов. Отчеты о проведении этой выставки есть у нас на странице Лова Новска, нижнее подчеркивание Экспо. У Иры теперь международный диплом. Как бы то, что ей очень надо было тоже. Есть газеты. Кстати, мы когда с тобой встретимся, я тебе отдам газеты. Я привезла про организацию выставки целых два разворота. Это было неожиданно. Вот. И брали интервью. Было очень интересно. Все хотели, как бы... Всем очень понравились фотографии. И попросили привозить побольше таких сказочных фотографий. Поэтому... Ой, классно. Да, да. Поэтому вот видишь, все на вас требованы. Теперь ее как бы попросили. У нас разрешение. И попросили вот дальше двигать ее. Так, раз, два, три. Анечка, ты у меня пропала, что ли, нет? Да, да. Нет, есть? Раз, два, три. А, все, есть, есть. В общем, ребят, да. Кто хочет участвовать в международных выставках, какая получилась мини-реклама, не запланированная. Честно, не хотели, да? Ну, вот видите. Но для фотографов это тоже очень полезно, ребят. Кому интересно. Подписывайтесь на страничку в стройке. Я тоже сделаю аккаунт Анюты. Ловановская экспо. Да, там нижнее... Ловановская, нижнее подчеркивание экспо. Да. Да. Читайте информацию и участвуйте в выставках. Анюта, к тебе огромное-огромное спасибо. Тоже надо... А, я вижу, что пропадет. Проблема со связью. Включаться, мне надо бежать, раздеваться на ужин. Все. Пока-пока. Хорошего вечера. Да, увидимся в Москве. Все, пока-пока. Спасибо. Ребят, да, связь. Сколько стоит участие? Наверное, это все туда. Хорошо? Я в сторис укажу странички тех гостей, кто у нас сегодня был. Сейчас еще немножечко покажу вам наш пляж. Чуточку, чуточку, чуточку покажу еще пляж. И буду тоже отключаться. Надо бежать, переодеваться. У нас сейчас будет ужин с живой музыкой. Сейчас, одну секундочку. Вот, чуточку вам боли. Вот, видите, они уже готовят. Сейчас у нас будет потрясающий вечер. Всех с праздником, с Хэллоуином. Все, всем пока. Хорошего вечера. Пока-пока. Да, даешь такие эфиры? Даю, даю. Все, обещаю. Все, пока. Хорошего вечера.